Добрый вечер, дорогие телезрители! Вы смотрите 12, завершающий выпуск первого сезона студии «Семь». Так что не только для выпускников, но и для нас состоялся последний звонок! Да, да, да. Ура! О, что там, что там, 2013 год? Да, да, да. Да, кто-то хочет казаться как молоко в супермаркете «Семь дней», да? Ну-ка, ну-ка. Конкретнее, нормально, правильно, правду, правду. Ну, хотя бы не при Масоливе. Ой-ой-ой. Я, между прочим, еще помню, когда во время последнего звонка меня на плече несли. То, что ты в ресторане не рассчитала коньяк, и тебя носили на руках, это еще не значит. А я помню свой последний звонок. Я тогда директору школы позвонил и сказал всю правду матку. Вот так вот. Это был мой последний звонок. Просто директор школы был единственным, у кого первый появился с определителем телефон. Ну, ты не знал. Ну, ты же не знал. Простите. Но школу закончили. Ну, что, давайте по традиции, да? Да. Ну, давайте. Давайте уже начнем по традиции. Последний звонок. Итак. Нурлан, давай. Где Нурлан звонок? Колокольчик доставай. Все, все, все. Колокольчик доставай. Сейчас, сейчас, сейчас. А где колокольчик? О, нет, нет, прости, нет, прости. Вот это. Ой, лошадь. Давайте уже начинать. Студия 7. Мы начинаем. Сейчас, 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 Лена. Давай, давай, давай. Давай, давай, ищи. Больше, чем правда. Чуть меньше, чем ложь. Студия 7. Ну, что ж, друзья. Пожалуй, начнем. Так. Давайте. Итак, Тимир Сариф рассказал о позиции правительства по кумтору. Наконец-то. Ой, рассказал он про позиции. Прям тайна какая-то. Что там знать-то? 6-9? Вот позиция. То есть ты решил сделать передачу более рейтинговой, да, сейчас? А что, нормально. Но зато в точку с другой стороны. Вот прям в яблочко. Ну... Прям в девятку. Ну, а что, не так, что ли? Угу. Хорошо, такая новость. На свалке в районе ГС-3 обнаружена мина, заявляет агентство 24KG. Ну, кто-то выкинул, больше не нужна, наверное. Кто-то ваххабиты в последнее время грустные такие ходят. Не повесили. И вот, наверное, жена решила избавиться от нерадивого мужа. Такая подложила мина. А потом, дорогой, ты когда на работу больше идти, мусор не захватишь? Да и вообще, я... Это сообщение от информационной агентства 24KG я лично не доверяю. Вообще. Это с чего вообще такие заявления? Ну, как с чего. Вот они опубликовали документы, в которых говорится, что супруга мэра Бишкека обладает 25% акций ТРЦ Бишкек-Парк, зарегистрированных в офшорной зоне. Не думают, что говорят вообще. Что за чушь? Не может быть. Ну? Как вообще такое могло им в голову прийти? И что, они там думают, что народ в это поверит, что ли? Тьфу чушь какая-то? Разумеется, не поверит. Не поверит, потому как Исау Мурков в глаза не видел документы о том, что его жена владеет акциями ТРЦ Бишкек-Парк. Об этом журналистам сообщил мэр сам. Лично? Лично. Я в глаза не видел. В сейфе лежат ни разу не видел. Но само собой, кому народ поверит? Какому-то желтому издательницу? Какую-то 24 кейджи? Или кристально чистому человеку с безупречной репутацией? Вот. Как руки у работника-то залутка, да? Я, если честно, вообще не понимаю, как у них хватило наглости писать вот такие гадости в адресе человека, который работает день и ночь. Ему ведь просто некогда заниматься вот такими вещами. Конечно. Вот можно, вот смотрите, я открою любой отечественный новостной портал, читаю. За два года Омурков отремонтировал 33 городских лифта. Нет, 33 лифта. Мэр Бишкека обещает построить по шести спортивным площадкам в каждом районе города. Гражданский активист Айбек Баратов организовал акцию по украшению ям столицы лицом бишкекского мэра Исык Омуркова. Совести вообще нет у журналистов, тоже мне. Ну ладно бы 40, но бог с ним, но не 40, 35, но хотя бы 30, но 25 – это клевета и черная зависть. К слову, об акции Айбека Баратова хочется немножко продолжить. Хотелось бы остановиться на этом поподробнее. Активисты на дорогах Бишкека краской обозначили ямы. Под вот таким неброским заголовком вышла статья. Пишется, в Бишкеке прошла необычная акция. На дорогах белой краской обозначили ямы и сделали надписи на русском и кыргызском языках. А на некоторых трассах появились даже портреты, олицетворяющие чиновников ответственность за качество дорог. Хоть эта акция и не новая, дело в том, что в прошлом году она уже была пробирена в Екатеринбурге. Она даже получила главный приз на Каннском фестивале. Да, кстати, удостоились они главный приз. И после этой рекламной акции качество дорог улучшилось. Кстати, можно посмотреть на оригиналы, как это было в Екатеринбурге. Давайте посмотрим фотографии. И давайте теперь сравним с работой наших активистов. Ну, за такое вообще максимум можно получить на Каннском кинофестивале. Да, это знаменитые Каннские львы. Каннские львы, да. Ну, а если серьезно, то ведь кроме дорог у нас еще масса проблем существует. Само собой, Агуль. Да. С экономикой сейчас проблемы, да? Да. Предлагаю на каждой купюре дорисовать по нолику. Было сто сом, стало тысяча. Как тебе идея? Просто нормально, гениально. А кто рисовать будет? Все же митингуют. Это можно каждому по мелку раздать. И все такие, кет-тинь, кет-тинь. Потом мелок отдал, потом они в тишине такие, кет-тинь, кет-тинь. И в углу так рисуют. Уже притихли такие даже. Вот так вырисовывают. Кет-тинь, ромашка. Ну, я продолжу тему искусства. Китай подарил кыргызской армии музыкальные инструменты. Официальная церемония приема передачи военно-технического имущества состоится завтра в Койташе в ходе визита в Кыргызстан министр обороны Китая Чань Вань Цюань. Как заявил сам министр обороны Китая, пианино надо. Не, ну мне кажется... Трещотка надо! Нет, не, не знаю. Трещотка надо! Мне кажется, китайцы решили, что нашей кыргызстанской армией поможет только позитив. И теперь вместо сирены и тревоги можно будет услышать что-нибудь типа этого. Ну, в общем так, в случае чего, не дай бог, война с Кыргызстаном пройдет под лозунгом «Помирать так с музыкой». Не, ну это еще смотря какую музыку играть. Просто можно же разную музыку. Если, например, китайцы вдруг наступят на нас, а если мы будем петь что-нибудь из кыргызской эстрады, они даже близко не подойдут. Вот смотри, китайские идут, солдаты. А мы гульза, ага, лады, все. То есть по ним же и оружием. Ну что ж, не переключайтесь, мы вернемся в студию сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин